Я давно вам обещал уже рассказать про сложность свертки тензорных сетей. Давайте этот вопрос обсудим. Сложность свертки тензорной сети. Как вы понимаете, если мы хотим на классическом компьютере все моделировать, то нам нужны эффективные алгоритмы для этого. Пусть у вас есть некоторая архитектура тензорной сети. Давайте что-нибудь попроще нарисуем, чтобы потом обсуждать было проще тоже. Давайте вот такую вот схему посмотрим. Все вместе это тензор четвертого порядка, но он получен сверткой четырех тензоров, которые представляют собой другие таблички. Теперь у вас есть измерение для каждой ножки здесь. Давайте я напишу именно измерение. Допустим, эта ножка принимает пять значений. Это какая-то 3. Это 2. Давайте эти соединяющие сделаем 2. А это 8. Теперь вам нужно... А, еще исходящие. Давайте тоже напишем какие-то примеры. 3, 3, 6. Теперь вам нужно, например, свернуть эту сеть и в итоге получить просто тензор четвертого порядка, у которого будут эти измерения ножек 6, 3, 5, 3. Вот хотим вот эту свертку произвести. Теперь как это делать на классическом компьютере? Вот что у вас хранится в памяти компьютера в левой картинке? У вас хранится в памяти компьютера отдельные вот эти вот таблички многомерные. Логика всех тензорных сетей заключается в том, что выгоднее хранить в памяти компьютера вот эти вот много маленьких табличек, чем одну большую таблицу, которая справа нарисована. Теперь, когда вы начинаете сворачивать, сложность свертки зависит от того, как вы начинаете это делать. Допустим, вы хотите свернуть два тензора внизу. Какова вычислительная сложность этой свертки? Давайте посмотрим. Слева у вас трехмерная таблица, в которой сколько элементов? 5 на 3 на 2. Вот столько вне элементов. В правом тензоре у вас 2 на 2 на 2 на 3 элемента. Значит, в результате свертки вы должны получить тензор уже пятого порядка. Должны получить тензор пятого порядка. 3, 2, 2, 5, 3. Я специально с числами привожу пример, чтобы было понятно, что формулу напишем. Вот вы должны получить другую многомерную таблицу. Значит, свертка производится по одному индексу. Вот это горизонтальная связь. И значит, что вы должны сделать? Какая формула будет? Ну, давайте назовем ножки. Например, альфа, бета, гамма, t. А тут будет какой-нибудь, s. Значит, бетам у нас написано. Давайте еще какие-нибудь. Лямбда, мю, ню. Значит, формула будет такая. Вам нужно t альфа, бета, гамма и s бета, лямбда, мю, ню. Вот как раз-таки свернуть по индексу бета, то есть сумма по повторяющемуся индексу правила суммирования Штейна выполнена. Вот смотрите, индекс бета повторяется. Значит, произведение этих элементов нужно еще сложить. Сколько слагаемых? Столько, сколько раз встречается индекс бета. В нашем случае два значения. Значит, смотрите, сейчас буду подчеркивать. Вот 5, 3, 2 – это количество элементов в первом тензоре. Дальше. Вот это вот 2 на 2 на 2 на 2 и на 3 – это количество элементов во втором тензоре. Их все нужно перемножить и сложить. Когда мы складываем, мы еще вот это бета еще один раз учитываем. Значит, еще нужно мне умножить на вот эту вот двойку. То есть сложность всей этой операции будет вот такое вот произведение. Это сложность вычислительная вот этой вот… А, первого шага. Давайте так напишу. Сложность первого шага. Значит, какая формула в общем случае пишется? Давайте ее сейчас напишем. Я перенесу слайд на нужное место. Если у вас есть какой-то тензор А, какой-то тензор Б, и вы их сворачиваете, ну, не обязательно одна связка, может быть, две, например, то вы можете такую формулу написать, что вычислительная сложность, еще называют кост, да, то, сколько ресурсов вам нужно потратить на то, чтобы это все сделать. Вот, если вы напишите вот такую условную формулу А, объединение с Б, вот так вот, это будет означать… Давайте вот так вот. А с таким знаком модуля – это будет число элементов в таблице, да. Многомерных элементов в многомерной таблице. Таблице. Когда вы пишете А, объединение с Б, это вы считаете, что как бы связки у вас вот этой вот горизонтальных нет, они как бы отдельные. Вот это будет А, объединение с Б. А если вы разделите на… Ну, в этом случае вы два раза посчитаете эти индексы, по которым суммирование производится. То есть, перемножить их. Чтобы это учесть, нужно вот это вот пересечение, грубо говоря, найти. Вот такая вот формула получается. Это сложность вычислений. Понятно, что здесь я плохо определил, что есть что. Ну, давайте сейчас попробуем разобраться получше. Числение свертки. Значит, когда я пишу значок объединения, это значит, что я просто два тензора рассматриваю в совокупности, но не делаю свертку. Когда делаю пересечение, то как раз рассматриваю только те элементы, те связи, по которым свертка ведется. Если в нашем случае я захочу все сделать… А, да. Сейчас, погодите. Что-то я тут написал не совсем правильно. 532 – это я, значит, уже учел. 2, 2, 2, 2, 3 тоже учел. И мне нужно… Делить, наверное, надо было на 2, а не умножать. Да, а вот почему? Сейчас попробуем понять. Ну, как раз пересечение получается 2. Да, здесь нужно было делить на 2. Правильно. Значит, сейчас попробую объяснить, почему делить надо было. Как всегда, если формула уже известна, то объяснение можно к ней подобрать. Вот смотрите, я хочу после свертки получить вот этот вот тензор новый, у которого будут индексы α, γ, λ, μ, ν. То есть я должен заполнить вот эту пятимерную таблицу. Значит, я должен ее заполнять. Значит, я фиксирую, например, α, γ, λ, μ, ν. Ну, зафиксировал и хочу узнать, какой элемент там будет стоять. Вот мне нужно произвести вот эти вот произведения и сумму. Произведение, сложность будем считать единичка, сумма, сложность тоже единичка. Как бы вот одно и то же время будем считать, что на компьютере занимает, что умножить, что сложить. Конечно, это тоже некоторое допущение. Вот сколько слагаемых получится, столько и сложность. Значит, вот сколько измерений индекс бета пробегает, такова и будет сложность вычисления определенного элемента в этой пятимерной таблице. А теперь каждый элемент нужно заполнить. Понятно, что я должен умножить. Вот. Поэтому начальное объяснение было не очень. Сейчас, наверное, тоже запутал вас. Вы сказали, что нужно умножить. И да. Непонятно. Теперь надо делить. Почему? Не получается там, по-моему, таким образом. Если у вас и умножение, и сложение стоит одну условную единицу сложности. Вот, например, когда у нас бета пробегает значение от одного до двух, у нас получается два произведения и одно сложение. А мы их посчитали как... По-моему, мы только умножение учитываем. А сложение не учитываем. То есть считаем сложность для умножения. А может быть и так, да. Давайте тогда попробуем это зафиксировать, что вы сказали. Да. А я не знаю, вот вы, кто-то из вас занимается вычислительными всякими аспектами. Может быть, кто-то знает, что проще делать, складывать или умножать. По-моему, складывать проще. Зависит от объектов. Если мы, например, матрица и с плавающей точкой, по-моему, да, в общем, без разницы, мне кажется. А что с матрицами вы начали говорить? С матрицами легче складывать, чем умножать. Там такая история, что сложение, ну, очевидно, квадратично. У нас там, грубо говоря, квадратная матрица n на n, да. Понятно, что каждый элемент сложить – это квадрат. А перемножение там – это, на самом деле, очень сложная задача, которая рассматривается. Есть гипотеза, что его тоже можно для любой матрицы как бы как квадрат сделать. Но реально это как бы не доказано. Вот недавно была статья какая-то в Nature по поводу того, что с помощью там глубоких нейронных сетей нашли какой-то способ перемножать определенные матрицы там за какое-то рекордное количество операций. Там рекордно маленькая. То есть, грубо говоря, перемножение матриц – более сложная задача. И над тем, чтобы ее максимально хорошо делать, за это все еще идет борьба. Понятно. Хорошо. Спасибо. Ну, и вроде как в школе, когда мы учились, складывать как-то было проще, чем умножать вроде бы. Ну, по крайней мере, вычитать точно проще, чем делить. Наверное, такая какая-то история. Ну, давайте так сделаем с вами. Пусть операция сложения у нас будет 0. Операция перемножения будет у нас единичка. Вот. Давайте как раз на тех объектах снова запишем. ВТА, 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 ВТА. Значит, что такое Q? Q – это пятимерная таблица. Я должен всю эту пятимерную таблицу заполнить. Правильно? Я ее еще не знаю. Я вот должен… Она для меня как чистая, табула расы. Я должен всю ее заполнить. Начинаю первый элемент заполнить. Смотрю по этой формуле. Беру из одной таблицы значения, беру из другой таблицы значения, перемножаю. Вот, как вы говорите, сложность перемножения единичка. Ну, количество перемножений – это количество слагаемых в сумме. Поэтому здесь сложность для фиксированных индексов. Для фиксированных. Альфа, гамма, лямбда, мио, ню. Ну, вот, сложность будет тогда равна количеству измерений у бета. Кстати, насчет умножения чисел я тоже могу, наверное, обосновать, почему так. У нас же обычно, если мы в компьютерном представлении работаем, это как бы битовая модель. То есть у нас числа представлены в виде битов. Вот. И, соответственно, сложность операции обычно оценивают в длине битового представления. Понятно, что сложить два числа, это, грубо говоря, их можно складывать столбиком по битово. Это большое от длины. А вот умножение, ну, даже если вот тривиально думать, если, например, уже умножать столбиком, то несложно понять, что это квадрат от битового представления. Ну, там есть некоторые улучшения. Например, есть известный алгоритм Карацуба, который побыстрее это делает. Но там в любом случае больше сложность, чем линейная. Поэтому умножение как бы задавливают в этом смысле сложения. Да, то есть спасибо большое. Да, очень интересно. Я это ничего не знаю. Значит, вот, то есть сложность умножения, это во много раз больше, чем сложность сложения. Вот. И мы можем в нашей модели написать, что это 0 и 1. Очень хорошо. Теперь после того, как мы заполнили один элемент таблицы, нужно следующий элемент таблицы заполнять. Следующий и так далее. Потом переходить к другим флоям и так далее. Сколько всего таких ячеек нам нужно заполнить? Это есть альфа, гамма, лямбда, мю, мю. Теперь, значит, это число ячеек, число элементов в таблице Q. Ну, теперь вся сложность. Тогда получается total cost. Это есть альфа, бета, простая форма, гамма, лямбда, мю. То есть, что мы делаем? Мы, вот сейчас картинку вам покажу исходную. Берем количество измерений альфа, берем количество измерений гамма, бета, лямбда, мю, ню. Все их перемножаем просто. Но при этом бета перемножается один раз. Если же мы вот эту формулу посмотрим, то здесь бета учтется два раза. Здесь бета на бета будет перемножение числителя. А в знаменателе стоит один раз бета. Вот когда мы делим одно на другое, как раз бета один раз учитывается. Поэтому вот такая вот формула получается. Ну, последняя формула на этом слайде, это, наверное, самая простая формула, которую просто берем произведение измерений двух тензоров и все. Но те, по которым ведется суммирование, их учитываем один раз. Вот после того, как вы свертку сделали в красный тензор, у вас уже получится задачка другая. Второй шаг – это свернуть три тензора. Вот это внизу, этот красный, этот тензор. Так, тут двойные связи, вот уже есть. Гамма, лямба. Так, здесь альфа и ню. И тут еще какие-то свободные. Вот. Здесь вы тоже можете выбрать, где проводить свертку. Ну, например, вы можете свернуть верхние два, а можете наоборот свернуть вот так вот. И вы уже понимаете, что сложность свертки зависит от того, как вы производите сворачивание. То есть, сложность синей свертки и красной свертки, они разные, в принципе. Ну, и в итоге на последнем шаге вы получите какой-то ответ. То есть, логика вот этого рассмотрения со всякими числами заключается в том, что сложность свертки тензорной сети зависит от того, как вы ее производите. То есть, это не естин вариант тензорной сети, да? Сложность свертки зависит от способа свертки. Давайте это применим к состоянию матричного произведения. Вот возьмем МПС. Состояние матричного произведения. Вот такая тензорная сеть древесная, линейная. И давайте посчитаем, например, норму. Вот у вас есть какой-то объект. Давайте его норму посчитаем. Что это такое есть? Стрелочки – это произведение матриц. Значит, бра-версия ПСИ – это будет вот такой объект, куда будут стрелочки входить. И норма – это есть вот такая вот тензорная сеть. Это есть просто норма этого ПСИ. Давайте посмотрим, как сложно посчитать норму вектор. Так, пусть ранг МПС вам известен. Пусть это R. То есть измерение горизонтальной связи везде вы можете положить равным R. Это измерение горизонтальных связей. А сама физическая система, то есть физическая размерность. Физическая размерность для каждой частицы. Пусть будет D. Ну, D-уровневые частицы. Это значит, что размер, измерение каждой вертикальной связи – это D. Все вместе – это тензор нулевого порядка. То есть это число. И вы хотите как раз узнать, как это число, какова сложность вычисления этого числа. Пусть у вас N частиц всего. N частиц. То есть мы хотим узнать, как это скалируется с ростом вот этого N. Значит, вы сразу увидите два подхода из этой картинки. Первый подход заключается в том, что вы можете свернуть все тензоры в горизонтальной связи и получить большой Пси, вот эту вот броверсию его. Давайте напишу с чертой сверху. Вот сложность такой вот свертки, она большая. Почему? Потому что вы по нашей формуле должны что сделать? Ну, например, свернуть первые два тензора. Какова сложность этого? Это D на D и умножить на R по размеру с горизонтальной связи. И еще есть R, который вправо идет. Вот. Первый шаг. Потом вы должны, например, свернуть получившийся объект со следующим. То есть вы должны, например, сложить число элементов у первого тензора уже большое. У них D на D на R число элементов у первого тензора. И теперь вы еще используете число у второго тензора D на R. Будет красный объект. И так далее. Вы видите, что... Ну, давайте еще один посмотрим. Так. Давайте зеленый сделаем. Какова сложность вычисления зеленого объекта из красного и черного? Сложность будет такая. У красного сколько у нас значений в таблице? D в кубе на R. У черного R, который мы уже записали, D на R. И так далее. То есть вы видите, что дальше у вас будут степени D все больше и больше становиться. Если вы, например, идете слева направо и делаете всю эту свертку, то у вас будет сложность вот этой операции. Это O, вот D в какой степени? D в степени N, да? Ну, или D в степени N-1, или D в степени N-1. У нас этот фактор, который от N не зависит, не интересует. И еще R квадрат. Вот такая будет сложность. То есть она экспоненциальная. Ну и потом сворачивать после того, как вы все свернули, например, получили вот этот вот многомерный тензор Psi, получили многомерный тензор Psi сверху. Их сворачивать сложность этой всего будет тоже D в степени N. То есть если вы таким пойдете подходом, неэффективным, то это будет экспоненциально сложно. Значит, как сделать это эффективно, чтобы у вас сложность была неэкспоненциальной? Нужно идти слева направо или справа налево вдоль этой цепочки. То есть вот я снова рисую эту тензорную сеть, которую мы сворачиваем. Так, вот так вот у нас там стояли. Это, в принципе, не важно для этой свертки. Так просто привыкать к этим обозначениям. Вот. Что будет, если мы начнем делать свертки слева направо? То есть свернем вот эти два тензора сначала. Значит, какая здесь сложность? С D, R, R. Значит, сложность будет D один раз, R один раз, R один раз. Все. Вот эта сложность первой свертки оранжевого тензора. Вот из того, как мы его свернули, вот смотрите, что получается. Получается, что у нас вот такая картинка. R, 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 так, тут D, тут R, тут R. Дальше мы можем свернуть с вами, например, вот так вот. Какова сложность этой свертки? Сложность этой свертки такая. R на R, на R на D, да? То есть R в кубе на D, а тут было R квадрат на D. Хорошо, здесь посложнее уже операция получилась. После того, как мы это сделали, у нас получился зеленый тензор. У него, значит, здесь ножка R. Смотрите, будет две ножки, которые будут вертикально. Одна измерением R, другая измерением D. Ну, а дальше все, картинка там повторяется. Дальше будет у вас снова D. Ну, смотрите, если я на следующем этапе объединю, например, в синий тензор вот этот вот, в такой тензор такую свертку сделаю, то сложность этой операции какая? R на R на D на R. То есть снова R кубе D. И по завершению всего, что у меня получится? У меня получится снова картинка вот такого типа. Видите? Просто оранжевый кружочек станет синим кружочком. И все. Дальше можно эту процедуру продолжать. То есть зациклить ее. В каждом цикле у вас будет уменьшаться количество частиц на единичку. Значит, общая сложность всего этого алгоритма, как можно оценить? Значит, нам нужно что делать? Что делать? Нам нужно делать... Ну, давайте, пусть цепочка длинная для нас, как это с N скалируется, важно. Значит, сворачивание в синий тензор – это R кубе D. Дальше. Потом мы получаем оранжевый с вами таким образом. А свертка оранжевого с зеленым – это снова R кубе D. Ну, два раза R кубе D. И вот это два раза R кубе D – это одна свертка. Один цикл. Один цикл. И таких циклов нужно N штук. О, большое от этого. То есть, получается, что здесь сложность свертки линейно растет с ростом M. Линейно растет с ростом M. Вот что важно. Линейно – это очень хорошо. А вот экспоненциальная сложность – это плохо. Экспоненциальная сложность. Поэтому, если вы можете делать что-то линейно с ростом числа частиц, то это означает, что вы можете эффективно на классическом компьютере все рассчитывать. Поэтому MPS-представления и используются для, например, классических расчетов для нахождения основного состояния локальных гамильтинянов с щелью. Очень эффективный метод. Он больше известен как метод DMG – Density Matrix Renalization Group. Так, по этой части есть вопросы по сложности? Нет, понятно. Хорошо. Исходя из этого всего обсуждения, вам, наверное, понятно, что и вычисление средних значений локальных операторов тоже эффективно. Значит, вычисление средних значений локальных операторов. Чуть-чуть, что такое локальный оператор, я уже говорил. Ну, например, O3, O5. Что-то такое. Среднее значение – это диаграмма такого вида. Вот первые частицы. Когда состояние имеет форму MPS. Вот в третьей частице у вас здесь стоит оператор, который соответствует O3. Дальше у вас четвертый еще нет. В пятый у вас снова стоит этот оператор. Ну, какой-то другой может быть. Вот, и дальше все продолжается. В принципе, ваша цепочка может быть с бесконечной цепочкой. Как влево, так и вправо. То есть, когда люди пишут про вот такие вот OIT, OJ, они имеют в виду диаграмму такого типа. Значит, у вас цепочка может быть конечной или бесконечной. Где-то есть частица с номером I. Частица с номером I. Здесь у вас встает какой-то оператор, который этому OIT соответствует. Дальше у вас нет оператора в какое-то время. Потом появляется на J там вместе. Частица с номером G. Здесь появляется второй оператор. Ну, и дальше снова их нет. Этих предмедуточных операторов. Вот частица с номером G. Ну, понятно, что эти локальные вставки, они фактически не изменяют сложность вычисления. Потому что вы тем же самым алгоритмом идете, что и вот здесь. И понятно, что вы можете эффективно вычислять вот такие вот средние значения локальных операторов. То есть, сложность тоже здесь этой всей операции. Это O, D, 3, R. Двойка там еще какая-то была, да? Вот такая вот сложность. Так, это понятно, да? Да. Теперь смотрите. Исходя из вот этой картинки, которая здесь есть, можно еще ввести понятие так называемой трансфер-матрицы. Сейчас мы его видим. Сейчас объясню подоплеку, которая стоит под этой всей задачей. То есть, представьте, что ваша система обладает трансляционной инвариантностью. То есть, например, у вас цепочка бесконечная, такая, что сдвиги влево-вправо на любое количество индексов, они не приводят к изменениям средних значений никаких наблюдаемых. Ну, это легко представить. Вот представьте, что у вас есть какой-нибудь гамильтаниан, который обладает тоже трансляционной инвариантностью. Вы находите, например, собственное основное состояние. С точки зрения физики было бы странно, если бы у вас основное состояние не обладало, да, этой трансляционной симметрией, если гамильтаниан обладает. Конечно, всякие экзотические варианты тоже возможны, но не будем их касаться сейчас. То есть, если система обладает трансляционной инвариантностью, то смотрите, что получается. Вот эти объекты, которые здесь приемножаются, это все один и тот же объект на самом деле. И этот объект называется трансферматриц. Трансферматриц по-английски. Почему эта матрица? Потому что если вы в обычном представлении МПС работаете, вот если стрелочки мы расставим с вами, то вы увидите, что есть два входящих, два исходящих направления. Поэтому это просто матрица, которая записана в пространстве большей размерности. Вот и все. Теперь, если у вас трансляционная инвариантность, то у вас все вот эти тензоры, допустим, одинаковые. ААА задают МПС состояние. И их комплексное сопряжение задает тензоры снизу. Получается, что трансферматрицу можно записать таким образом. Давайте буквы Т обозначим. Трансферматриц. Так, значит, это будет А. Там будет физический индекс И. А, нет, и занято. Давайте. И Ж занято. Давайте К сделаем. Физический индекс вот этих вертикальных связей. Тогда у меня будет АКТ. Тензорно умножить на АКТ сопряженное. И присуммировать по К. Вот это и будет трансферматриц. Так, формула на этом слайде, а картинка на этом слайде. Может быть непонятно. Давайте я картинку снова сюда перенесу. К – это вот эта связка между объектами Кет и Бра компонентом. Вот если бы связки не было, у вас было бы просто тензорное произведение двух матриц. Раз есть связка, по ней ведется сумма. Значит, трансферматрица вот таким образом вычисляется. Так, что это за объект? Смотрите, между И и Ж этот объект будет перемножаться ЖТОЕ минус ИТОЕ минус 1 раз. Правильно? То есть между частицами с номером И, частицами с номером Ж. Вот количество этих трансферматриц – это есть Т степени ЖИ минус ИИ минус 1. То есть понятно, что эту матрицу мы просто будем возводить в степень. Если эту трансферматрицу можно записать в виде разложения, как EigenValue Decomposition, то есть найти собственные векторы, левое и правое, собственные значения, то тогда легко эту степень записать. Давайте запишем. Если Т можно представить в виде суммы, давайте по М, лямбда М, правые собственные векторы, левые собственные векторы, где правые и левые собственные векторы удовлетворяют условию L, M, R, M, то тогда легко записать, что будет такое степень. Степень – это будет просто сумма по М, лямбда М в степени ЖИ минус ИИ минус 1. Вот этих вот, R, M, L, M. Ну, правые собственные векторы – это обычные собственные векторы. Это понятно? То есть, если я Т подействую на R, M, я получу просто лямбда М, R, M. Если я слева подействую на L, M, T, слева припишу L, M, то получу лямбда М, L, M, левые собственные векторы. Ну, вы все это знаете. Получается, что если вы знаете, как записать матрицу, в каком виде, если ее можно записать в таком виде, потому что не всякую же матрицу можно записать. Вроде сопряжение надо писать перед левым. Ну, это просто правый получится, если написать сопряжение. А, да? Ну, матрица у вас не обязательно Эрмитова. Это я понимаю. Ну, допустим, ваша матрица допускает такое представление. Это что означает? Это означает, что… Что это? Обратимая матрица, да? То есть, Т, сейчас напишу. Т равняется X минус первое. Что там? Лямбда Х, что ли? Или Х. Да, или наоборот. Где… Ну, да, или наоборот. Давайте наоборот напишу. Где Х – это матрица, столбцами которой являются собственные векторы T. То есть, Х как раз составлено у вас из R1, R2 и так далее. Ну, R сколько размерности? Понятно, что Х минус первое будет выглядеть как-то страшно. Правильно? Она будет как-то вычисляться через Х. Ну, если у вас это равенство не будет. Но эта страшная матрица может быть записана в виде L1, L2, да? И так далее. Ну, вот как так. Ну, построчно. Бра векторы у нас в строчке и этот столбцы. Ну, а лямбда – это диагональная матрица. Лямбда 1, лямбда 2 и так далее. Если вы такую формулу имеете вверху, то вы автоматически получаете сумму P, лямбда M, R, M, L, M. Причем левые собственные векторы, они не обязательно там эрмитовое сопряжение или транспонирование правых собственных векторов. Какие-то могут быть совершенно другими. Почему я так говорю? Потому что A не обязана быть эрмитовой матрицей. Нисколько. Вот эти вот A тензора для фиксированного K. Это будут не обязательно эрмитовые матрицы или какие-то хорошие матрицы. Вот. А почему вообще edit, собственно, это? Почему вообще? А дальше я не услышал. Почему вообще левые, собственно, строки, они, собственно... А, почему они обладают таким свойством? Но если вы, допустим, умножите слева L, давайте напишу M' на T. Это что значит? Что вы, вот представьте, умножаете строчку L, M' на матрицу X, которая составлена из правых собственных векторов. У вас будет не нулевое значение, только когда R, M' встретится с L, M'. Правильно? Ну да. Значит, у вас получится строчка, в которой будет стоять единичка на позиции с номером M'. Ну да, ну да. Потом вы, соответственно, умножаете на матрицу лямбда диагонального. Там вырежется элемент лямбда M'. И вы умножите его, вы умножите его на что? На строчку. На строчку с номером M' для X-1. Вот и получится L, M', M'. Вот, вроде все получается. Просто в обычном курсе линейной алгебры там про левые векторы обычно не особо говорят. Поэтому, может быть, немножко непривычно. Ну вот представьте, что у вас есть такая матрица, да? То есть, еще раз, не всякую Т можно разложить так. Но если можно разложить, то у вас будет иметься такая формула. Значит, когда вы возводите в степени, видно, что все эти лямбда возводятся в разной степени. Вот. И, соответственно, наибольший вклад у вас при G-I стремящемся к бесконечности будет носить самое большое по модулю лямбда. Ну, давайте теперь посмотрим, что будет, если ваша цепочка бесконечна. То есть, вот, например, у вас есть норма вектора Пси. Это что такое? Это, грубо говоря, ваша трансфер-матрица в бесконечной степени. Вот эта матрица Т. Там в самом конце могут стоять, например, периодические граничные условия или открытые граничные условия. Но понятно, что это в том или ином виде будет связано с пределом при Т в степени N, N стремится к бесконечности. Здесь цепочка бесконечно длинная. То есть, такой объект там будет участвовать. Либо след этого объекта, либо слева какая-то заглушка, которая отвечает открытым граничным условиям. И справа какая-то заглушка, которая отвечает правым граничным условиям. И вы хотите, чтобы норма этого состояния, например, равнялась единице. Значит, вы что понимаете? Вы понимаете, что если вы лямбда по абсолютным значениям отнормируете, то есть скажете, что пусть лямбда 1 по модулю больше. Кстати, это тоже допущение, чем лямбда 2. Они, в принципе, могут совпадать, но давайте скажем, что у вас имеется строгая неравенство. Ну, а дальше вам не важно, могут быть и равенства, лямбда 3 и так далее. Тогда вы знаете, что вот этот вот, например, след, это будет что такое? Это будет просто предел при н стремящемся бесконечности вот этого лямбда 1 в степени n. Ну, тут сейчас объясню, что я имею в виду. Если вы хотите, чтобы все это равнялось единице еще. Понятно, что если у вас нет такого равенства единицы, то будет все плохо, да? А, да, ну вот. То есть получается, что лямбда 1 должно быть единицей. У этой трансфер-матрицы, если ПСИ, ваше состояние нормированное единицей. А вот лямбда 2, лямбда 3 и так далее уже могут быть, могут отличаться от единицы. Значит, еще раз, посылки, которые лежат в этих рассуждениях. У вас есть трансляционная инвариантность, то есть трансфер-матрица от узла к узлу не меняется, она одна и та же. И состояние нормировано. Ну, тогда вы говорите, что наибольшее по модулю собственное значение должно равняться единицей. Хорошо. Как при этом тогда выглядит сам этот предел? Этой трансфер-матрицы при этом имеющемся бесконечности. Это будет у вас просто вот это вот L1, R1. Вот что будет. Если вы хотите ставить открытые граничные условия, а не периодически, то логично их сделать в виде этих R1 и L1. Сейчас попробую объяснить, что я имею в виду. Вот ваши трансфер-матрица, вот стрелочки у меня. Вот еще одна трансфер-матрица и так далее. Если мы хотим сделать открытые граничные условия, а не периодически, то в конце мы должны поставить с вами в случае трансляционной вариантности, давайте подумаем, какие объекты. Значит, исходящие это у нас кет-компоненты. Кет-компоненты у нас в T это R. Значит, эти R должны соединиться с L. Значит, вот здесь должен стоять тензор в конце, заглушка такая, которая будет L1. Вот здесь вот справа должна стоять заглушка, которая будет R1. Вот это если мы хотим открытые граничные условия записать. В этом случае вместо вот этого следа, который здесь записан, у вас будет стоять тогда. Тогда такая будет стоять L1, T в какой-то там степени, N. Тут будет стоять R1. Вот как это все будет выглядеть. И предел при N в стремящемся к бесконечности. Здесь очевидно есть единица. Если у вас λ1 равно единице. Ну, это все простые рассуждения про трансфер-матрицу. Зачем мы их делаем? Для того, чтобы сделать некоторые нетривиальные утверждения по поводу вот этого коррелятора ОИТ-ОЖТ. Пусть ваша система обладает трансляционной вариантностью. Тогда смотрите. Вот здесь вот слева у вас получается бесконечная тензорная сеть. Но все там один и тот же объект. Повторяется, 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 повторяется. И в итоге, когда вы бесконечное количество рассматриваете этих объектов, он сводится к объекту такому вида. R1, L1. То есть, фактически, это все равно, что вы заменяете весь этот левый объект заглушкой просто L1. Аналогично с правой частью. Все, что справа от наблюдаемого и ужитое, это повторяющаяся тензорная сеть. и ее можно заменить на R1. Получается, что когда цепочка бесконечная, однородная, то тогда вычисление вот этого уитого, ужитого будет проще производиться. Тогда вы просто скажете, что здесь у вас стоит 0,1. Сразу стоит вот этот промежуточный оитый оператор. Потом будет трансферматрица в степени G-I-1. Потом будет стоять ожитый. Справа у вас будет стоять R1. Потому что в левой и правой бесконечной части можно заменить вот такими объектами. А для вот этого T в степени G-I-I-1 мы записали формулу. Это была сумма по M лямбда M в степени G-I-I-1 R-M L-M Давайте снова воспользуемся предположением, что пусть лямбда 1, которая есть единица в нашем случае, строго больше, чем лямбда 2 по модулю. Ну, а дальше у вас могут там лямбда 3 равняться или не равняться. Давайте еще предположим, что строго больше, чем лямбда 3, например. А дальше вот опустим. Тогда мы понимаем, что ведущие члены вот в этой степени T G-I-I-I это будут лямбда 1 и лямбда 2. Причем лямбда 2 будет экспоненциально мало по сравнению с лямбда 1. Вот если вы сделаете давайте первые два члена напишем. Здесь я напишу приблизительно равный. Значит, когда я вклад лямбда 1 смотрю, это будет просто R1 L1. Это вклад, который возникает от лямбда 1. Когда я смотрю следующий вклад, это будет лямбда 2 в степени G-I-I минус 1. Тут будет уже R2 L2. Дальше там что-то еще есть, но я написал приблизительно равно, поэтому я то, что там есть, дальше не пишу. Это значит вклад от лямбда 2. лямбда 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 посмотрим, что будет, если мы подставим эти вклады соответственно в тензорную диаграмму. подставляем. Значит, если я подставлю первое выражение, то это означает, что я заменю это T на R1 L1. Если я это сделаю, смотрите, что получится. Тогда у меня будет вот здесь вот R1 L1. Вот это то, что я написал, это есть R1 L1. Исходящее, входящее. То, что осталось, то осталось. R1 И тут у нас было L1 L1 А тут у вас стоит L1 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 То есть вклад лямбда 1 тогда вот такой будет в это среднее значение. Вклад от лямбда 1 будет такой. Давайте теперь проинтерпретируем эту формулу по-другому. Вот если я рассмотрю теперь первый объект, видите, он никак не связан со вторым. То есть получившийся объект есть тензор нулевого порядка, который есть произведение двух тензоров нулевого порядка. Вот скажите мне, пожалуйста, что такое левый объект, что такое правый объект? Среднее значение ОИТа и ОЖИТа соответственно. Отдельно, да, совершенно верно, абсолютно верно, право. То есть видите, что это такое? То есть вклад ведущего члена в трансфер матрице, вклад лямбда 1, дает вам просто произведение средних. а вот вклад от лямбда 2 дает вам уже что-то другое, какую-то нетривиальную компоненту. Тут у вас будет L1, ОИТа, тут будет уже Р2, да, еще будет коэффициент лямбда 2 в степени Жи минус и минус 1, будет L2, тут будет ОЖИТа, тратники данные все, это оператор R1. Это вот вклад от лямбда 2. И что получается вы видите, что ОИТа, ОЖИТа приблизительно равно, это потому что я только два члена писал, среднее ОИТа на среднее ОЖИТа прибавить вот эту лямбда 2 в степени Жи минус и минус 1. Ну и можно здесь написать или эти диаграммки, или можно написать формулы соответствующие. Ну формулы писать можно, но это немножко сложнее. Давайте я диаграммкой напишу. L1 просто в формуле будут еще вот эти вот A сопряженные и их нужно это же тензоры третьего порядка свернуть с этим ОИТа нужным образом. В общем некоторая работа R2 L2 которой сейчас не хочется заниматься потому что хочется идеологию просто рассказать. О, Житое напряженное и тут будет R1. Вот такая вот формула получается. А как вы помните, физики коррелятором называют именно отклонение. то есть среднее от произведения минус произведение среднее. Могли еще там в обратном порядке ОИТа ОЖИТа там плюс ОЖИТа ОИТа минус вот такая вот часть. Так, вы что-то хотел сказать? Да, я хотел сказать, что мы здесь не учли как бы вклад не знаю вот от среднего. То есть как сказать то есть вот когда мы написали можете на прошлую формулу здесь или еще сюда? Нет, вот здесь. Да, когда мы написали что-то это среднее мы сказали предположение что у нас совсем устремилась в бесконечность. Да, то есть это для бесконечной цепочки, да, совершенно верно. То есть для бесконечной цепочки. так чтобы все левые трансферматрицы заменились L1, все правые трансферматрицы заменились L1. Но при этом расстояние между OE и OJ оно фиксированное. Например, 10 узлов. Ну да, все. Получается, что вот этот коррелятор он примерно равен вот этому выражению. Не буду его переписывать. Очень длинное. Но что вы видите? Что он экспоненциально зависит от разницы G-I. Давайте я напишу вот так коэффициент пропорциональности λ2 в степени G-I даже не буду писать минус 1, потому что это просто все в коэффициент уплотит. То есть мы видим, что экспоненциальное закон затухание корреляции. Это дает нам физическое понимание например для каких систем МПС представление состояния матричного произведения будет эффективно работать, а для каких наверное не очень эффективно работать. То есть если вы знаете, что в вашей многочастичной системе корреляции спадают с ростом расстояния между частицами экспоненциально, то вы можете сделать предположение, что состояние матричного произведения будет хорошо описывать такие состояния. если если например вблизи точки квантового фазового перехода корреляции спадают не экспоненциально, а например полиномиально, то тогда скорее всего МПС состояние не сможет эффективно описать такое состояние. Но здесь как всегда есть исключения. То есть сам закон затухания корреляции еще не дает полного ответа. Это дает некоторую физическую интуицию для каких систем будет работать, для каких не будет. Почему? Потому что может оказаться например, что лямбда 2 не удовлетворяет тем условиям, которые мы здесь накладывали. То есть оно не является строго меньше, чем лямбда 1. Пример очень простой. это состояние например GHZ или WS состояние. Если вы для них посмотрите трансферматрицу, то вы увидите, что лямбда 1 и лямбда 2 совпадают. Но это и логично, потому что в GHZ состоянии длина корреляции бесконечна. GHZ вот это лямбда 2 это есть единичка, которая в степени G-I даст вам всегда единичку. Правильно? То есть корреляции не затухают, но при этом это то есть это бесконечная длина корреляции, но при этом это все равно МПС состояние. И для кубитов, например, с маленьким рангом. Ранг вообще равен 2. Давайте это так сформулируем. Утверждение некоторое, которое мы сделали сейчас. Для однородного. Но это означает, что все тензоры в тензоре на сети одинаковые. МПС состояние. То есть есть очевидные трансляционные корреляторы. Вот этот вот ОИТ, ОЖТ, минус среднее ОИТ, ОЖТ. либо не затухает, либо затухает экспоненциально с ростом G-I. Давайте здесь напишем пример J-J состояние, W-с состояние или какие-то другие. Либо затухает экспоненциально. Ну, может затухать полиномиально. Вот. Вот. Нет. Это я говорил рассуждение про полиномиально. Это были допустим у вас есть некоторые физические системы. Вы взяли и измерили на эксперименте эти корреляции и увидели, например, что они полиномиально затухают с ростом расстояния. Так что вы можете предположить, что МПС представление будет неэффективным для этого. Я про то, что неочевидно, что если у нас там я понимаю случаи, что там модуль дотвора одному, когда у нас есть вырождение, непонятно, почему это затухание. То есть понятно, что у них не будет экспоненциальных, но непонятно, почему у них вообще не будет. Подтверждение, которое вы формулируете, оно какое-то более сильное, чем то, что мы сейчас видим. Ну, а чего не хватает сюда, чтобы сделать его дополнить? Давайте допишем, что трансферматрица допускает вот это вот формула. Вот эту формулу. Я вообще не про это. Набрать им. Ну, а если эта формула верна, то тогда вот смотрите рассуждение. Так мы ничего не говорили, что когда утверждение, то есть можно показать, инспоненциальный закон получили? на это да. Мы не рассматриваем случаи, когда лямбда один равен лямбда два. Мы смотрим, может там будет вздухание, может будет рост. Ну, давайте тогда и переделаем. Выберем. Почему? Разве этот случай не ровно, что лямбда один равен лямбда два? Потому что вот здесь вопрос про общность. Один пример не доказывает, что всегда так будет. В принципе, правильно. Да, вы правы. Давайте так напишем. Более четко. Затухает экспоненциально и просто напишем условие, когда это происходит. если собственное значение трансферматрицы ну, если существует вообще представление трансферматрицы в таком виде, то есть она обратима, если трансферматрица обратима, и ее собственное значение удовлетворяет условию. Лямбда один вообще должно быть единицей, но я здесь не буду это указывать. Главное, что у вас есть строгое неравенство с лямбда два. Простите меня, что я снова что-то говорить, но мы требуем не необратимость матрицы, что она не имеет жарданов квяток. А это как попроще нам сказать? Просто обратимость, потому что она не обязана быть обратимой, она может иметь любые собственные значения, и это ничему не будет мешать. Да, это вы правильно тоже сказали. Давайте еще чуть-чуть подправим. Спасибо, что вы так говорите. Это нам делает более четкие утверждения. У нас математический должен быть курс, хотя я плохо с этим справляюсь. Так, если трансфер матрица, к какому условию тогда как это записать? Мне главное, чтобы имело... Ну, имеет базисы собственных лекторов, наверное. Да, вот мне главное, чтобы вот эти вот x, чтобы x было обратим, да? Вот, в чем мне нужно. Ну, если нет, в смысле, их всегда просто прям даже Жорганова. Вам нужно, чтобы было нужное количество собственных векторов. Ну, да, то есть нужно, чтобы... Если вы можете составить x, то все нормально. То есть там, по-моему, утверждение, что... Базис создает. Свойство диагонализируемости матрица критерий, что типа она критерий, она диагонализируема тогда и только тогда, когда у нее есть n линейных независимых собственных векторов, так, по-моему. Ну, да, то есть x-1. Так вот, слово, которое я искал, оно и есть диагонализируемо. Правильно? Если мы трансформироваемся диагонализируемо, лизируемо. Правильно? Ее собственное значение для этого слова. Окей. Да, правильно вы сказали, что обратимость это не то же самое. так нормально? Да, да. Но большое спасибо коллективу, мы с вами смогли сформулировать этот день. В общем-то, мне кажется, дальше я просто скажу, по-моему, какой-то, вроде бы, если он даже не имеет жаданной эпох, но кратность условно лямбда 1, ну, то есть, в общем, если у нас нет вырождения лямбда 1 и лямбда 1 больше, чем лямбда 2, то все рассуждения, которые у нас были, они будут верными, они чуть-чуть, ну, там, что-то поплывет, но, как бы, в общем-то, ей не предлагаю это исправлять, но просто я говорю, здесь движимость она слишком, ну, она здесь может быть и избыточна, скажем так, для вот этого. Ссотверждение этого не испортится, но просто... Ну, да, понятно. Ну, то есть, мы сузили некоторым образом класс объекта, да? Так, ну, смотрите, значит, про трансфер-матрицу мы с вами поговорили. Зачем это важно? Для расчета корреляции. То есть, вот у нас в плане есть еще АКЛТ-модель, это состояние определенного вида МПС-формы, для которого вот мы будем рассчитывать трансфер-матрицу, смотреть на эти собственные значения, чтобы узнать, как спадают корреляции. Это будет антифер-магнетик. Такая точно решаемая модель. И мы попробуем с вами найти Гамильтониан, для которого это состояние будет основным. Вот, такая будет у нас задачка дальше в курсе. Но, чтобы к ней, кстати, перейти, нужно знать теорию углового момента. Так, ну, давайте тогда оставшееся время я просто посвящу некоторым вопросам, которые нам нужны, будут для дальнейшего вас просто поспрашиваю. элементы теории углового момента. Ну, в квантовом случае, естественно. Ну, пусть у вас есть частица со спином G1. Проекции, которые может принимать этот спин на выделенное направление, это есть G1, G1-1 и так далее, минус G1 и всего их 2G1 плюс одно значение. спин я измеряю в единицах H с чертой, то есть в единицах редуцированной постоянной планки. Так, вот это вот что-то знакомо вам из того, что я сейчас сказал, или это все нужно как-то с нуля? Я думаю, что лучше с нуля. Так, и про сложение угловых моментов тоже там мало что помните, да? Так, ладно, я понял, это может быть в следующий раз лучше рассказать, потому что времени займет. Хорошо, значит, что я вам тогда расскажу в следующий раз. Это будет немножко про спин, то есть как из эксперимента Штерна-Герлахова там поняли, что проекция спин на одинное направление принимает, ну, квантуется, в общем, принимает дискретные значения и так далее. Потом мы будем с вами складывать угловые моменты, но вы, может, это знаете из элементов теории групп. может быть, что-то такое вы знаете. Про сложение что-то слышали? Вот если есть две частицы со спином G1 и G2, то суммарный спин может принимать там значение от G1 минус G2 по модулю до G1 плюс G2. Нет, наверное, да? Ну, или кто-то слышал, а кто-то нет. Какой баланс у нас в учебной нашей группе? Ну, я скорее не слышал. Хорошо. Только в каких-то математических версиях, то есть без сильного физического погружения. не факт. да, очень хорошо. Значит, тогда я постараюсь рассказать этот момент. Или, поскольку у нас уже восьмая лекция, а вы хотите какие-то другие тензорные сети, то, может быть, вам будет интереснее там про МПО Гамильтаниана сначала услышать. То есть, наверное, мы с вами так поступим. мы, наверное, перейдем к самой записи Гамильтаниана сначала. То есть, мы в следующий раз тогда рассмотрим вот такую тензорную сеть. Видите, здесь есть уже две палочки вверх-вниз. То есть, с точки зрения действия на физические видимые объекты, те, которые не скрыты, у вас действуют уже операторы. И вот этот объект, который мы в следующий раз будем рассматривать тогда, это будет МПО, Matrix Product Operator. Он хорош для гамильтанианов, то есть, операторов энергии, многочастичных систем и так далее. А вот к этой задаче тогда с ЭКЛТ моделью, там, где нужна теория углового момента, мы тогда потом перейдем, чтобы просто вам дать больше понимания, что известно про тензорные сети в начале, нежели физику толкать. Хотя само построение вот этого ЭКЛТ-состояния, оно само по себе интересно, поскольку там используются как раз синглетные пары из вашей домашней работы, которые потом проецируются на спин-единицу, тензорная сеть, которая там возникает, это вот такой тип тензорной сети, которую в 87-ом году в состоянии придумали, тензорную сетевую интерпретацию потом, конечно, все развили. Но это, грубо говоря, рождение этих МПС-состояний, с которой все это началось. Ну ладно, это тогда на потом. Давайте я тогда сегодня на закуску некоторое обобщение представлю МПС на случай матриц плотности. И на этом мы сегодня закончим. Давайте еще раз. МПС это состояние маточного произведения, например, Пси-вектор у вас представляется вот такой вот тензорной диаграммы. Это, кстати, дерево, в частном случае. Но это чистое состояние. Чистое состояние. А есть смешанное состояние? Вы можете задаться вопросом. А как мне описать смешанное состояние? То есть существует ли аналогичная по природе тензорная сеть для описания смешанных состояний? Значит, ответов здесь может быть несколько. Во-первых, вы можете думать о любом смешанном состоянии, как о частичном следе по какой-то вспомогательной подсистеме, второй здесь я обозначил, от некоторого чистого состояния. первый вариант это такой. Вы можете думать о некотором МПС состоянии, у которого взяли частичный след. Про то, что любое состояние можно очистить в этом смысле, то есть для любого ро существует пси, такое, что ро это есть частичный след от пси, это вы знаете? Вроде было, да. Ну, это вот в курсе Холи он был или в таком деле. То есть здесь у вас может быть такая интерпретация. Возьмем некоторое очищение. Очищение. То есть я сейчас рисую пси какое-то. Ну, хватит. Нарисую еще бра-версию. А, стрелочки внутрь должны быть. Бра-версия. Надеюсь, вам видно то, что я внизу рисую. Да, видно. Сейчас я это сдвину все-таки. Я думал сначала в одну сторону стрелочки направить, а потом передумал. Так, мне удалось все захватить. Так, тоже. Так, получилось. Так, и теперь смотрите, пусть у меня система это все нечетные палочки вертикальные, а вспомогательная система вторая это все четные палочки. Тогда взятие частичного следа по вспомогательной системе это будет просто вот такая вот конструкция. Вот видите, давайте я подпишу все нечетные это ваша физическая система, с которой вы работаете, а все четные это вспомогательная давайте по-английски напишу анселу. Конечно, такая мешанина получилась русских и английских аббревиатур. Ну, думаю, что понятно. вот получившийся объект это будет у вас будет описывать уже смешанное состояние некоторое. Вот, это первый вариант. Второй вариант это вот такое, он называется Matrix Product Density Operator MPDO. один к другому сводится, то есть первый вариант сводится к второму, а второй к первому, но просто картинки немножко разные. Здесь конструкция будет такого типа. Возьмем некоторый Tensor и возьмем его сопряжение. То есть будет еще вот эта вертикальная связка. Сейчас я подпишу их, чтобы было понятно. По какому индексу ведется суммирование тоже. Попробую писать. Дальше может продолжать. Давайте здесь напишем а, здесь напишем а с чертой. Вот есть вспомогательный индекс k, он скрытый, вы его не видите, но по нему ведется суммирование. Есть у вас физические индексы e1, например, g1, e2, g2, а тут скрытый k1, скрытый k2, скрытый k3. еще у вас есть скрытые такие же как были в mps состояниях, то есть например a1, а тут вы можете сделать b1, например a2, b2. Значит, чем хороша эта конструкция? Она хороша тем, что как только вы свернете например вот эти два тензора, по индексу k2, поскольку сверху у вас какой-то b, а снизу b с чертой, а сворачиваете вы по k2, то у вас получится некоторый объект, у которого будут индексы a1, i2, a2, снизу будут индексы b1, g2, b2, но этот объект будет чем? Неотрицательно определенной матрицей, если вы разделите индексы на верхний и нижний вот таким вот образом. Почему? Потому что формула для этой матрицы с мультииндексами a1, a2, с одной стороны это один мультииндекс, с другой стороны это b1, g2, b2, это другой мультииндекс. Вот матрица с такими мультииндексами это есть сумма по k2 вот этого тензора b давайте напишем a1, i2, a2, k, b2 и вот это b с чертой k2, b1, g2, b2. В силу такой природы вы автоматически имеете неотрицательную определенность этой матрицы. Пользуйте всеми дефинит вашу матрицу сразу. То есть благодаря этой конструкции у вас ρ является неотрицательно определенным оператором тоже. ну это отдельная история. Вот просто смотрите если я возьму эту картинку и ластиком разрежу вертикальные связи то вы увидите что я имею просто состояние вида psi на psi. если у вас k измерение каждого индекса k равно единице. Видите это просто будет матрица плотности для чистого состояния. Если вы добавляете эти вертикальные связи то вы получаете уже в общем случае смешанное состояние. вот в этом и смысл вот этого matrix product density operator. Что вы можете описывать смешанные операторы плотности такой диаграммы. Ну это все. Вопросы по ней есть какие-то короткие по mpd у меня к вам вопрос. Это древесная тензорная сеть или нет? Нет. Нет. Потому что здесь есть циклы. Поэтому некоторые рассуждения которые были для mps здесь не проходят а некоторые проходят. у меня вопрос по поводу вот все-таки ну вот у нас да произведение двух неодинаковых матриц. Ну то есть b и b с чертой это таблицы в которых просто сделано комплексное сопряжение элементов. То есть b и b с чертой друг с другом связан это не матрица с такими индексами это элементы с такими да это b и b с чертой это вот одна многомерная таблица а b с чертой это та же самая таблица в которой все индексы комплексно сопрягли сопрягли и поэтому да ты правильно скажу я у меня вопрос такой получается что с поправкой на размерность вот эту k1 храним мы примерно столько же сколько в mps то есть мы вот вторую получается как бы ветку-то хранить ну нам не нужно раз она получается с первой совершенно верно совершенно верно да просто сама тензорная диаграмма для ро выглядит вот таким образом но в памяти компьютера вы можете хранить только вот эти вот а б и так далее да то есть мы будем иметь ввиду что мы делаем или что ну просто нижняя часть это комплекс на сопряжении верхней части а в этом а вот у меня такой ну скорее даже просьба и по поводу мпс на мпс мы как бы разобрали вот по поводу этого мпд есть какая-нибудь статья которая разобрана построение ну вот как их строить и связь соответственно с свд и прочее где как-то про это можно посмотреть так ну давайте давайте так давайте сразу сделаем комментарий что те кому надо бежать бегите вот сейчас я попробую вспомнить значит да-да-да-да у сирока есть статья по-моему в 2004 году физик review letters и у видала по-моему есть тоже статья в 2004 году про импедия то есть если вы напишите расшифровку matrix product density operator например в поисковике в google scholar то он вам найдет эти две статьи можете их посмотреть про мпс где вот есть про свд ну то есть вот тут примерно алгоритм которого рассказывали может быть чуть-чуть как-то подробнее или просто вот такое же описание есть какая-то статья это про мпс вы хотите теперь да-да-да про мпс я просто хочу реализовать что-то такое а так это а ну вы имеете ввиду если запрограммировать хотите то это все люди сделали это вам нужно просто посмотреть соответствующие библиотеки там ну вот мне дело в том что мне как раз надо руками самому запрограммировать понятно у меня в другом курсе где я численными делами занимаюсь мне надо что-нибудь реализовать вот я хочу этим заняться понял тут я могу с годом ошибиться но по-моему тоже или 2000 или 2002 но вы можете вот здесь вот найти citation на эту статью а если хотите обзор то наберите AORUS practical introduction то introduction то и я не помню там то ли matrix product state то ли тензенет вон там тензенетворкс давайте напишем это если не найдете напишите мне письмо я тогда вам вышлю минус тензенетворкс тензенетворкс тензенетворкс